Бедными считаются люди, чей доход меньше прожиточного минимума, говорят экономисты. Средний показатель величины прожиточного минимума в Пермском крае на третий квартал этого года – 10 098 рублей. За последние несколько лет доля населения с доходом ниже прожиточного минимума выросла. По данным РИА-рейтинга, зарплата ниже 10 000 у 9,8% работающих в Пермском крае. Люди теряют свои заработные платы, теряют работу, и многие там живут на какие-то пособия. И расходы у бедного населения, они в основном фокусированы в рамках определенной группы. То есть если в 2015-2016 году у нас увеличились, стали резко увеличиваться расходы на продукты питания. У нас, если говорить про продовольствие, да, затраты сравнимы с Москвой, но при этом на проживание мы платим намного меньше. Показатель бедности – это не только уровень доходов, но и структура расходов. У бедного населения они практически все уходят на питание и поддержание основных потребностей. С точки зрения экономистов, люди среднего класса – это те, кто хотя бы раз в год могут позволить себе поездку в отпуск, покупать вещи длительного пользования, делать вклады, расходы на образование, приобретать недвижимость. А по данным статистики, средняя заработная плата в Пермском крае за 9 месяцев этого года составила 31 420 рублей. Богатыми в нашем крае могут считаться люди с зарплатой намного выше средней от 50 тысяч в месяц и больше. Их у нас 17% по данным экономистов классического университета. 100 тысяч в месяц получает 1,86 работающих жителей при Камне по данным Реорейтинг. Субтитры делал DimaTorzok